Есть своего рода наслаждение в том, чтобы читать в последние дни про военных спикеров и прочий Z-Telegram. Жанр самоуничижения и нытья эта комьюнити освоила давно и успешно, но сейчас их вновь поразили в самое сердце. Стоило Зеленскому приехать к Эрдогану, как тот сразу передал ему командование Азова. То самое командование, которое должно было оставаться в Турции до конца войны, под его, Эрдогана, личное данное слово Путину. У несчастных апологетов смертоубийств вновь перевернулся мир. Почва ушла из-под ног. Путина снова кинули. У Путина вновь максимально публично вытерли ноги. А хуже всего то, что Путин в ответ просто утрется. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули. Надули. Нас обманули в очередной раз, как я уже сказал. Цинично обманули. Просто водили нас за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Это, кстати, очень популярное видео в Z-телеграммах сейчас. Кажется, они имеют в виду не могущество геостратега и вероломство врага, а что-то другое. Главная проблема сторонников войны и главная причина того, что реальность всякий раз поворачивается к ним не самым дипломатичным местом, заключается в том, что их позиция не основана ни на каких ценностях. Им не на что опереться. Всякий раз им приходится ломать голову, чтобы объяснить себе, почему друзья стали врагами, а герои – предателями. Почему истина оказалась ложью, а цели, которые еще вчера были фундаментальными, сегодня просто забыты. Быть противником войны очень легко. В антивоенном лагере возможны споры о деталях. Нужно ли платить компенсации Украине и как их платить? Деньгами или долей от нефтяных доходов? Или какая форма помощи Украине от российского гражданина сейчас этична? Понятно, что беженцам помогать можно и нужно. Жертвовать на медицину тоже. Купить генератор вроде бы тоже да. А если его используют в войсках? А дрон? А снаряд своим именем подписать? Как нам разговаривать с украинцами? Как реагировать на вполне объяснимую ненависть? Должны ли мы разделять за государством вину за вторжение? В какой мере обязаны брать на себя ответственность? Кто мы вообще в этой истории? Жертвы, заложники, шизанутого диктатора? Или безответственные граждане, допустившие его существование? Помните, был большой спор между партией Катали Апольда за мир любой ценой и теми, кто считает, что война должна закончиться на границах 91-го года и никак иначе? Была также дискуссия, испортившая много крови достойным людям. Как относиться к российским солдатам? Срочник, которого командиры принудили подписать контракт? Вот этот парень 18 лет, чьи останки Химарс перемешал жидкой грязью еще до того, как тот понял, где оказался? Неужели он прям оккупант, даже посмертно не заслуживший слов сочувствия? Или он такая же жертва Путина, как его ровесник, погибший по другую сторону фронта? А если гибнет не 18-летний юноша, а зэк, убивший пенсионерку за 500 рублей и вышедший из зоны в окоп? Заслуживает ли он, чтобы к его смерти относились как к смерти любого другого человека, как к трагедии? А если не к смерти? Если к скотским условиям существования? Понятно, что никто из антивоенного лагеря не собирается помогать российской армии и донатить на трусы. Но можно ли говорить о том, что так с людьми поступать нельзя? Или надо руководствоваться принципом «ахрельный ты, дурак, оказался в окопе на чужой земле, а ты заслужил то, что с тобой происходит?» Все эти дискуссии, которые иногда могут выглядеть совсем некрасиво, ведут люди с определенным мировоззренческим фундаментом. И вокруг этого фундамента. Тех самых либеральных ценностей. Мы все считаем, что жизнь и благополучие человека – это высшая ценность. Мы все считаем, что путинская война против Украины – это преступление, за которое должны понести ответственность все, кто ее развязал и кто помогал ее вести. Мы спорим лишь о том, как интерпретировать наши ценности в условиях войны. О том, в какой момент сочувствие и гуманизм становятся людоедством. Сторонники же войны двумя ногами стоят над бездной. Их постоянная фрустрация вызвана тем, что они сами не знают, чего хотят. Их позиция не основана ни на каких ценностях, им просто не на что опереться. Казалось бы, в воюющей стране все просто. Будь лоялистом и думай так, как от тебя хочет государство. Зря, что ли, Дмитрий Киселев каждое воскресенье выходит со своей программой «Вести недели», где тщательно, членораздельно, поставленным голосом и по пунктам пересказывает официальную правду на эту неделю. Но оказывается, что все не так просто. Ведь ориентироваться на официальную версию российских властей – это прямой путь сойти с ума. Никогда заранее нельзя угадать, насколько лихой кульбит проделает официальная версия. И история Азова тут – лучший пример. Полк Азов, каким его изображает российское государство, – это просто особый департамент сатаны. Это не проходной концепт пропаганды, который забудут через три дня. Существование полка Азов – один из официальных обоснований этой войны. Азовцы – те самые нацисты, от которых Путин решил освобождать братский народ. В российском телевизоре в первые недели войны вся российская армия воевала, по сути, только с Азовом. Бойцы ВСУ на фронте словно не существовали вообще. Россия воевала с отрядами неонацистов, уничтожала технику нацбатальонов, под которыми в первую очередь имелся в виду именно Азов. Миф о 28-ми памфиловцах тут должен просто спрятаться и не смешить людей. Супергерои Марвел и DC тоже курят в сторонке. Согласно официальной версии, вся 150-тысячная группировка российских войск сражалась с одним-единственным националистическим полком, который на самом деле является штатным подразделением Национальной гвардии Украины. Зацикленность российского командования на Азове стоила существования Мариуполю и решила судьбу наступления на Юго-Востоке. Вместо продвижения на фронте армии вторжения была поставлена политическая задача – как можно быстрее достать азовцев. Для выполнения этой задачи Мариуполь планомерно уничтожали вместе с жителями, стянув на штурм города и завода Азовсталь все боеспособные силы юго-восточного направления. А тем временем ВСУ намертво стабилизировали фронт. Ни Харьков, ни Одесса, а именно полк Азов был второй по важности целью после Киева. Для нас с вами это может быть не так очевидно, ведь мы в те дни жили в совсем другом инфополе. Но для тех, кто смотрел телевизор, это было ровно так. Никто не знает, какое количество солдат положила российская армия в попытках взять Азовсталь не днем позже, а днем раньше. Но если бы азовцы не получили такое неадекватное масштабу внимания, если бы своим яростным сопротивлением не стянули на себя такое количество российских сил, ход войны мог бы быть совсем иным. Когда украинские военные, в числе которых были азовцы, покинули Азовсталь и сдались, это было с точки зрения российской пропаганды второе падение Берлина. Наконец-то день победы! Победы, из которой собирались выжить все до капли. Помните, как на сцене Мариупольской филармонии начали сооружать клетки для показательного суда над лидерами Азова? Видимо, всерьез планировалось реалити-шоу по всем федеральным каналам со смертным приговором в финале. Большое счастье с точки зрения человечества как вида, что этого не произошло. Когда появились самые первые сообщения о том, что азовцев будут менять на Медведчука, эти слухи яростно отвергались. Ведь как так можно-то? Не просто отдать Украине самых нацистских нацистов на свете, но еще и в обмен на какого-то там мутного украинского олигарха, неизвестного ничем, помимо того, что с Путиным вроде как детей крестил и приходится ему каким-то кумом. А потом это просто случилось. А весь Z-телеграмм остался истерить, читая изумительные подробности. Как по пути в Турцию пленных кормили стейками и тирамису на борту частного самолета. Как это выглядело с точки зрения лоялистов? Очень просто. Мы воевали-воевали, отдали тысячи жизней, а потом олигархи между собой перетерли за бабло. И теперь наши парни лежат в могиле, азовцы улетели на частном самолете, а какой-то непонятный олух Медведчук в подмосковном дворце поправляет здоровье блюдами высокой кухни. Путин своих не просто сдал. Он сдал их просто ни за что. Опираться на государство в своей провоенной позиции все равно, что переходить в болото, прыгая по кочкам. В любой момент правильная версия, оказавшаяся такой устойчивой и неизменной, может уйти из-под ног. Но давайте представим, есть и такой взгляд на вещи, что типа Путин это просто он такой умный и многоуровневое мышление у него. И типа, что на войне все средства хороши. Что не надо пытаться угадать логику Путина, не надо обращать внимание на версии, меняющиеся трижды в день. Допустим, что так он типа врагов в заблуждение вводит. Такая особая злодейская логика. Мол, мы воюем не с нацистами, не чтобы захватить какие-то конкретные территории, и даже не для того, чтобы поработить Украину. Мы воюем, потому что можем. Потому что мы крутые и у нас есть оружие. Потому что мы просто делаем, что хотим. А весь остальной мир должен терпеть любые наши выходки и выражать глубокую озабоченность. Мы сильные, потому что мы можем творить безнаказанный беспредел. Логика эта удобна тем, что не особо чувствительно к положению дел на фронте. Ну да, сегодня сдали Херсон, зато завтра раскрыначим энергетическую инфраструктуру. Ну да, обменяли азовцев, но за каждого из них поубиваем еще по сто человек. Безо всяких высоких материй. Просто людоедский угар. Мы типа можем упиваться насилием, потому что мы крутые и нам за это ничего не будет. Но вдруг выясняется, что большой друг Эрдоган просто забил на все договоренности о статусе азовцев. Азовцы теперь не под его личной ответственностью до конца войны. Они возвращаются домой и прямо говорят, что возвращаются на фронт. При этом с российской стороны нет иного ответа, кроме причитаний и невнятного блеяния. От такой реакции государства Гопника рушится и концепт веселого людоедства. Что же это у нас за людоед такой? Что же это за крутой император Путин, который полтора года только ну и ты жалуется? Все его кидают, все обманывают. Каждый норовит надуть. А он ничего не может поделать. НАТО обещало не расширяться на восток. Прям мамой клялось, что не будет. А само еще как расширилось. Пригожную за год заплатили два бюджета Екатеринбурга. А тот взял и поднял бунт. Эрдоган слово давал, что командира Азова в Турции до конца войны. А Зеленский приехал и забрал их домой. Что же это за сильный лидер, с которым все себя ведут, как с дворовым чмошником. И не дают спокойно дойти до школы. Хулиганы завтрак отобрали, жулики на телефон развели. Еще звонок не прозвенел, уже портфель в туалет выбросили. Все шпыняют, все обманывают, никто ни во что не ставит. Несчастная провоенная публика уже привыкла. Недели не проходят, чтобы их лидера кто-то не обидел. А главное, ответить он не может, нечем. Вот и получается, что это не они могут гулять по буфету, как хотят, потому что сильные и вооруженные. Это с ними можно делать что угодно. Поставлять Украине любое оружие, нарушать договоренности, выписать ордер на арест главы государства. А они просто публично пожалуются и постараются все забыть до следующего раза. С одной стороны, отсутствие внятных целей и задач, предельная неопределенность в своих желаниях, полное отсутствие идеологии – это не баг, а фича путинской системы. Ведь когда нет никакого образа победы, то победой можно объявить что угодно, а отступать хоть до Хабаровска. Можно 8 месяцев брать райцентр Бахмут, положить за него десятки тысяч человек, по одному на каждые 48 сантиметров продвижения, и долго праздновать победу. А затем, когда герой этой битвы оказался подлым предателем, объявить, что не особо-то и хотелось, что не так уж и важен был Бахмут этот для фронта. Можно обещать кары земной и небесной Пригожину, который так ловко всех кинул, объявить его действиями мятежом, самым страшным преступлением в военное время, а потом договориться, понять и простить, забив на убитых летчиков. И все это меньше, чем за 12 часов. Отсутствие привязки хоть к какому-то фундаменту, хоть к каким-то базовым ценностям, хоть к каким-то идеологическим установкам, дает небывалое пространство для маневра. Можно двигаться свободно во всех измерениях. В такой реальности не может быть ничего ненормального, потому что в ней нет нормы, в ней нечему противоречить. Если завтра Путин приедет в Киев на подписание безоговорочной капитуляции с освобождением всех оккупированных территорий, это действие также прекрасно уместится в такую реальность. Ведь в ней нет рамок, а в пустоту можно засунуть что угодно. На этом путинский режим стоял 20 с лишним лет и будет стоять до тех пор, пока не кончится. Все не то, чем кажется. Нет никакой истины. Есть только правильная версия по состоянию на полдень. К ужину она будет другой. Не дай вам бог во что-то всерьез поверить. Главная гражданская доблесть в путинской России – амнезия. Все забывать. Но это же свойство системы обрекает тех, кто в первых рядах решил поддерживать государственное людоедство на жизнь в условиях бесконечного унижения. Государство заставляет их балансировать в этой пустоте. Вроде бы дает спасительную веточку, вроде бы дает правильную версию, но тут же ее отбирает. Если хватило тебе глупости, во всю эту чепуху верить, если ты не профессиональный пропагандист, если не отбитый циник, то ты обречен каждый день чувствовать себя побитой собакой. Ведь то, за что ты с кровавой пеной у рта топил утром, к вечеру уже перестало быть официальной правдой. И к вечеру ты должен с той же убежденностью отстаивать новую версию, чтобы следующим утром забыть и ее. Но это еще не конец. Ведь именно над апологетами войны висит неиллюзорный шанс оказаться на фронте. Именно Z-блогеры – самые очевидные сейчас клиенты чекистов и эшников. Все заметные либеральные спикеры-то либо уехали, либо аккуратно огибают уголовный кодекс. А бессмысленное и бесстрашное Z-нытье – вот готовые материалы о фейках, дискредитации и экстремизме. Именно со своими апологетами это государство может делать все, что угодно. Может посадить, может убить. Потому что деваться им некуда. Большинство из них не сможет убежать. Мы об этом уже говорили. Кажется, что нет ничего хуже в наше время, чем быть на антивоенной стороне. Придерживаться либеральных ценностей. Но парадокс в том, что это не только морально оправданная, устойчивая и неизменная, но и самая безопасная сторона. Потому что в опасности все. Но именно на нашей стране эти угрозы понятны. Понятно, что с ними делать. И они, скорее всего, не рухнут на вас внезапно. Если у вас есть знакомые или родственники, которые поддерживают войну, возможно, сейчас самое время попробовать аккуратно поговорить с ними. Не надо удивляться, если они сразу не переменили свое мнение с точностью да наоборот. Но какие-то сомнения сейчас закрасться могут. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова